Девчата, у нас у женщин самая большая проблема и затык самое большое — непринятие. Мы стесняемся принимать, у многих стеснение. Так вот, стеснение — это тот же страх. И очень важно, помните, когда я говорила, что Вселенная — это сила действия, сила противодействия. Или вы идете на страхи и притворяетесь, реализовываетесь в этой жизни, либо страхи с вас съедают. Так вот, не стесняйтесь принимать. Принимайте понемножечку, по кусочечку, конфеточку какую-то, сережечки какие-то, знаки внимания, приглашение на ужин, даже если это не туда, куда вы хотели. Вы хотели в пятизвездочном каком-то ресторане, как они называются, даже не вип-ресторане, а вас пригласили в какое-то кафе. Спасибо. Спасибо за все. Вот мышцу принятия нужно прокачивать, девчата. В любом возрасте нам нужно начинать это делать. Если она перекрыта, мышца принятия, не будет потока. Поток будет очень сложным в вашу жизнь финансовую, очень сложным. Вы будете всю жизнь работать, 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 а в конце своих дней, боже, боже, я так всю жизнь работала, и никто мне не благодарен, и мне так тяжело, и зачем я вот это все делаю всю свою жизнь. Понимаете? То есть состояние, выкладывала я раньше четыре состояния. Девочка, любовница, хозяйка, королева. Играть. Вам нужно придумать всевозможные образы. Это не стыдно, это нужно девочке делать. Вам нужно играть с жизнью. Вам нужно играть, но не застревать только в состоянии маленькой девочки. Потому что вот недавно была на одной практике, и я видела, как некоторые девчата застревают просто. Мы когда проходим каждые семь лет определенную чакру, да, вот ира чакра, это эротизма. И многие девчата, знаете, что делают? Они вот там останавливаются. Они понимают с 7 до 14, что вот эта стратегия, я маленькая девочка, у папы, у мужчин, у молодых людей получения подарков сработала. И у них закрепляется макет поведения в голове. Вот это в моей жизни приносит результаты. И они не понимают, почему эта стратегия для них дальше становится невыигрышной. Потому что закончился возраст, нужно в новое идти, в новую реализацию, да, новый инстинкт нарабатывать и становиться там сильной. А мы застреваем. Поэтому в состоянии вот эти 4, которые Лариса Ринара писала, девочка, любовница, хозяйка, королева, их нужно по ним ходить, по этим состояниям. Все время и там, и там, и там, играться. Если чего-то одного у вас нет, будет те случаи, которые вы описываете. Я живу с мужем, муж имеет любовницу. Почему? Не понимаю. Дом полная чаша. Почему? Потому что где-то что-то у вас выключено, девчата. Какое-то состояние продиагностируете, скорее всего, состояние любовницы выключено. Или не развиваете себя как королева. Вот. Поэтому думайте. Я бы вообще изучала, смотрела бы на тему любовниц, вот, у любимого мужчины, когда есть другая какая-то женщина, да, вы чувствуете чаще всего. Я бы узнала, что это за женщина, чем она живет. Я бы не воспринимала ее как врага, как у нас социум принято. Вот женщина, которую любит другой мой мужчина, она враг, да. Вот я и на него обижусь, и на нее обижусь. Изучите. Все люди в вашей жизни – это зеркала. Что она дает ему, чем она его наполняет. И это будет для вас ответом, что в себе развивать. Что в себе нужно развить. Нужно говорить с вашими мужчинами, нужно спрашивать. А я бы хотела еще больше сделать тебя счастливым. Скажи, пожалуйста, вот, какой бы ты хотел меня, какие мои проявления ты хотел бы видеть. Только, девочки, очень важно не доводить до состояния мазохизма. Потому что многие женщины, мужчины, когда они не развиты, мужчина может вот в этом желании усовершенствовать женщину, сделать, вообще сделать из нее жертву абсолютную. То есть вы чувствовать должны, а вот каким образом могла бы тебя порадовать, вот какими своими состояниями, чтобы тебе было интересно. Да, спрашивайте у мужчин, разговаривайте с ними. Говорите, что вам было бы интересно. Не бойтесь озвучивать свои желания. Не бойтесь. Даже самые-самые-самые желания какие-то тайны озвучивайте. Если вы живете с этим человеком, вы должны научиться ему доверять.